К заключительному матчу финала чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги Б Подмосковье подошло с победой над Тюменью. Этого соперника подопечные Сергея Алексеева обыграли в трех сетах. Спортсмены были полны решимости продолжить победную серию, но Воронежский Кристалл без боя сдаваться не собирался и повел себя довольно уверенно на площадке. Первый сет прошел в упорной борьбе и во второй половине игрового отрезка Подмосковью даже пришлось догонять соперника. Отыграли сетбол, а дальше победная точка подмосковного клуба при счете 28-26. Вторая партия выдалась не менее напряженной. Несмотря на то, что Подмосковье лидировало с первых минут, игроки смазали концовку серии неудачных приемов и подач и все-таки оставили второй сет за собой 25-22. В третьей партии подмосковные волейболисты лишили соперников всех шансов. В итоге 3-0 по сетам и бронза чемпионат России среди команд высшей лиги Б. Хочу, ну первое, поблагодарить всех болельщиков. Очень много, я даже не ожидал, что сколько еще помнят, что такое волейбол мужской. Поденцова. Поблагодарить действительно тех, кто переживает за команду. Очень приятно. Хочу сказать спасибо ребятам, потому что сезон был очень тяжелый. Вмешалась в конце, ну скажем там, деньги, политика, поэтому, ну скажем, не получилось у нас занять высшее место. Хотя, ну со спортивной точки зрения сделали все. С призовыми местами чемпионата России высшей лиги Б игроков поздравили генеральный директор волейбольного центра Московской области Анна Диринг и президент Московской областной Федерации волейбола Игорь Наумов. Бронза у подмосковного клуба, серебро турнира у Тюмени, а первое место и золото у команды Автомобилист из Санкт-Петербурга. Была поставлена задача прохода высшей лиги А с целью дальнейшей подготовки спортсменов для команды «Зенит». В связи с чем мы были усилены на финальную часть игроками Суперлиги, что и предупредил результат. По итогам чемпионата волейбольный клуб Автомобилист завоевал путевку в высшую лигу А. Добиться этого удалось во многом благодаря тому, что команда стала фарм-клубом Санкт-Петербургского «Зенита». Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».